В нашем муниципалитете к идее раздельного сбора мусора отнеслись с интересом. Почти в каждом поселении были установлены первые пробные контейнеры. Этот метод сбора позволит снизить нагрузку на мусорные полигоны, так как часть отходов отправится на вторичную переработку. В городе Видное уже на трех площадках организован раздельный сбор мусора, а на десяти площадках установлены металлические сетки в виде бочонков круглых, где собирается пластиковая тара. Практика показала, что раз в два-три дня наполнение одного куба контейнера вывозится на переработку. Всего в Ленинском районе на данный момент установлено около 40 таких пунктов. Особую активность в подобных новшествах проявляет молодое поколение. Николай Карбанов рассказал, что уже дома старается разделить мусор по разным пакетам и приучил к этому всю семью. Да, я пользуюсь, потому что это, во-первых, удобно, так как я вижу, что куда мне надо бросать. Это упрощает еще работу службам по уборке мусора, так как у тебя все находится везде. То есть металл к металлу, пластик на пластике и картон на картоне. Несмотря на то, что идея горожанам понравилась, пользуются контейнерами не все. Многие рассказывают, что еще не привыкли, а некоторые и вовсе признаются, что не могут заставить себя разделять отходы. Я пока не пользуюсь этим, потому что это непрактично. Ибо неудобно доставать те же самые бутылки из пакета с мусором. Тем не менее, с будущего года вся Московская область перейдет на новый формат контейнеров. И жителям ничего не останется, как соблюдать новые правила. Для удобства на местах сбора мусора есть краткое описание, куда какие отходы можно выбросить. Очень хочется надеяться, что все-таки наши жители привыкнут к раздельному сбору мусора. И как-то где-то это модернизируется, и это будет удобнее. Установка точек по раздельному сбору мусора идет полным ходом. В Ленинском районе около 350 площадок будут оснащены новыми контейнерами. Алексей Мельников, Николай Карбанов, Елена Кошелева. Видное ТВ.